Максим, ну, твои первые впечатления по игре и что конкретно не получилось у тебя, почему не удалось сегодня забить? Не знаю, что не получилось у меня. Ну, первый тайм как-то играли, торопились, впереди ничего не создавали. Химки все время нас напрягало, нам надо было чуть-чуть успокоиться. А в втором тайме, мне кажется, судейское решение повлияло на игру, мы уже начали от обороны играть. Но Химки ничего не создали, мы просто выбегали на контратак. Вот ничья в такой игре, она равна победе или все-таки есть чувство неудовлетворенности? Ничья в такой игре, ничья, да. Конечно, мы дома играем, хочется всегда выигрывать. А что мы в меньшинстве, ну, это небольшая, как говорится, отговорка. Но должны дома всегда выигрывать. Слушай, ну вот показалось, что после удаления команда стала играть еще более слаженно, чем даже было это в первом тайме. Это правда так? И с чем это связано? Ну, может, потому что мы поняли, что мы в меньшинстве играем. И начали работать из-за себя, из-за партнера, помогать не на 100%, а чуть даже больше. Поэтому и слаженно начали две линии оборонительно выставлять и пользоваться быстрыми атаками. Что у нас, в принципе, неплохо получается, и даже когда не в меньшинстве мы играем. Ну, вот при всем при этом, то, что вы помогали и себе, и партнеру, это нормально, команда не выглядела тяжелой. Несмотря на то, что у вас игра была не так давно последняя, за счет чего удалось сохранить эту свежесть? И сегодня была хорошая игра, в общем-то, по кондициям. Ну, значит, мы физически готовы, раз если со стороны так видно. Значит, мы все в нашей, как говорится, голове, что тяжело это. Значит, мы готовы физически. Ну, знаете, мы играли на характере, проявили характер. Значит, у нас команда с характером. Да, сегодня не выиграли, но будем брать дальше очки. Максим, ну и последний вопрос. Василий Владимирович сегодня очень много времени провел у Бровки. Он очень часто размахивал руками, что-то там подсказывал. Он был чем-то недоволен или он все-таки таким образом корректировал игру? Ну, на эмоциях, наверное, да. Как бы в меньшинстве, когда играем, он контролирует игру, как бы весь в игре. Да, мы, опять же говорю, мы играем дома. Судейские некоторые прям решения были мне непонятные. Я думаю, Владимировичу тоже непонятно. И как бы все равно игра такая напряженная была. Как наш главный тренер тоже в этой игре был такой же напряженный. Ну что ж, Максим, большое спасибо. Я желаю тебе удачи и забить в следующем матче. Спасибо. Стараюсь забить.